Приветствую тебя, дорогой друг! Ты попал на Let's Play обалденной игры! Не спеши проматывать видео, если ты решил заценить графику, дай мне пару слов сказать. Может быть, это покажется для тебя важным. Я знаю, что многие ждали эту игру, фанаты Толкина, многие просто любители хороших игр. Но есть среди них и такие, вроде меня, графодрочеры. Ну, это люди, которым очень нравится хорошая графика. Так вот, если кто-то решит купить эту игру, либо, не знаю, скачает с торрента, и если у тебя есть мощный-мощный компьютер, то обязательно, либо в Стиме скачиваешь HD-модельки, либо, там, где-то у пиратов ищешь, заходишь в меню и включай качество текстур на Ultra. Видите, там написано, что необходим Ultra HD Texture Pack. Так что это важный момент. Ну и также, я, разумеется, это видео назову GTX, Sly и всё такое, 780 Ti. И, чтобы привлечь внимание, последующие уже записи будут такие, большие, хорошими названиями для своих. То, что игра, я уже поиграл где-то минут 15-20. Просто графика, ну, наверное, одна из лучших, что я вообще видел в каких-либо играх. То есть, с этими HD-моделями, при разрешении 1440p, всё, во-первых, очень хорошо оптимизировано. У меня ниж 60 фпс не падает, даже при записи через фрапс. А вы знаете, что это очень такой трудоёмкий ресурс. Вот. Но, в общем, ладно. Я планирую тут надолго залипнуть. Зрители канала, сразу скажу, что, наверное, в ближайшее время других роликов по другим играм не будет. Потому что эта игра, ну, мне 15 минут хватило, чтобы понять, что она шедевр. Это просто 100%. Вы знаете, это что-то вроде Final Fantasy X, да, с интересным сюжетом, долгими заставками. И Batman Arkham City с боёвкой офигенной. И при этом ещё Assassin's Creed. Ну, в общем, ребятки, присаживайтесь, наслаждайтесь. Я буду поменьше стараться болтать, чтобы не нарушать атмосферу игры. Может быть, у меня будет иногда прорываться желание каких-то там, не знаю, восхищений насчёт графики. Вы уж простите, я не смогу себя сдержать, наверное. Но игра достойна просмотра. Так что советую. Также стоит отметить, если, может быть, среди зрителей найдётся такой же задрот, как и я, который любит фантастику, фэнтези, читал Толкина, и путешествие Бильбо туда и обратно, и всю сагу из трёх частей. Я просто перечитывал, обожал Толкина, и мне это очень нравится. История, как я понял из описания, происходит между событиями, когда начинается первая часть «Властелина колец», и последней частью Бильбо путешествия туда и обратно. То есть вот в этом промежутке происходит то, что здесь разворачивается. То есть вот эти все события, зарождение Мордора, тут хорошо, по идее, должны быть описаны, и это тоже добавляет шарму. Ну, всё, дорогие друзья, приятного вам просмотра. Давайте начнём. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Добавил субтитры Ну, когда игра только начинается, как правило, в первую очередь бросаются в глаза первые детали Потом уже глаз примыливается, не обращаешь на это внимания Но в целом, обратите внимание, как детально каждое движение проработано в боевке Мне это... ну, лично мне это очень понравилось Офигенно! Так... Субтитры создавал DimaTorzok Понимаете, да, о чём я говорю? Так, как его там добить? Ага Это мы его взяли Эбам! По-своему, хулиган Ну, похоже на Вэтмена, да? Понимаете, о чём я? Ох, хорош! Ох, красава! Пипец! Вот, эээ... Каждый раз тут новые движения Не знаю, сколько они их сделали Но это прикольно Так... Бам Тихо! Ай, ваааааааааааааааааааа... Хорош, я обожаю эту тему Вот что мне нравилось в Бэтмене, так это боёвка. Она всю игру тащила. С самого начала игры и до её конца сражаться было интересно. Тут то же самое. Так, ну да ладно. Парень пытается его добить и убил его пинком в самое сердце. Эти огни сильнее, чем мы никогда не видели. В руки. Спасибо. Да. Гоу, find your mother. Гоу, find your mother. Keep her safe. Я буду рядом с тобой. Гоу. Гоу, find your mother. 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 Арау. Гоу, find your mother. Ну, ребята, я знаю, но кто-то может сказать, что, ну, Гошан, графика это не самое главное в играх. Ну, знаете, вот проработкой всех этих деталей занималась команда, я так предполагаю, из сотни человек. Понимаете, кому-то отдельные конторы заказывали, чтобы они сделали там вот эти HD-модели, да. Все старалось, было выверено, видите, чтобы, например, меч не, ну, как сказать, туда не вписывался внутрь текстур, да, чтобы плащ сквозь них не проходил, все это вот надо было прорисовать, сделать, чтобы все это было в одном стиле. Это огромный кропотливый труд. И выглядит это эстетически потрясающе, вам скажу. Я понимаю, что, может быть, через 10 лет это будет фигня, и зря я сейчас вообще вымериваю из атмосферы игры, чтобы вот на это все глядеть. Но, зачем, ребята, это красотища. Я считаю, что когда вот видишь такое, понимаешь, за что ты заплатил, когда покупал видеокарты хорошие, да, когда ты создавал себе мощный компьютер, и ради чего все это делается, да, почему хочется, чтобы компьютер был мощный, почему хочется, чтобы разрешение было большим. Ради подобных игр. Я не говорю, что эта игра полностью на графике построена в своем великолепии. Я уже поиграл тут 15-20 минут, и знаю, что там будет дальше. И там интересно, наблюдая за сюжетом, но вот этот аспект просто десятка, ребят. Знаете, если я был бы каким-то критиком и прочее, за графику бы я десятку влепил бы. Вообще не раздумывая. На 2014 год, по-моему, это лучшее, что только есть. Ну, я не беру какие-то отдельные проекты, которые только ради графики делают, и игра скучная. Здесь просто великолепно. Но, впрочем, конечно, надо еще игру пройти. Ну, а пока, я думаю, сделаю короткие серии видео по 15-20 минут. Может быть, вы скажете, что, Гошан, давай делай по 30. Буду делать по 30. Но, думаю, пока я эту игру не пройду, я не успокоюсь. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и будьте счастливы. Все вам доброго. До новых встреч.